Первым с отчетом выступил министр труда и соцзащиты Валерий Емец. Он рассказал как про успехи региона, рост бюджета, увеличение многодетных семей, так и о проблемах. Например, Рязань третья в стране по доле пенсионеров. Ее население уменьшается на 8 тысяч человек в год. Она также безработится в районах и наличие рабочих мест в центре. По его словам, исправить ситуацию должны майские указы и нацпроекты. В частности, будут вводить новые пособия, автоматически оповещать людей о доступных им социальных услугах. В следующем выступил глава Министерства здравоохранения Андрей Прилуцкий. В своем выступлении он отметил прогресс в разных направлениях, таких как нейрохирургия, травматология, ортопедия и другие. Андрея Прилуцкого спросили о закрытии медучреждений, в том числе и больницы в Сапожке. И он ответил, что ничего из этого не планируется. Также рассказал и про нехватку поликлиник в городе. Естественно, оказать качественную и скорую помощь населению, которое приближается к 100 тысячам, невозможно. Хотя мы открыли 4 офиса врачебной практике, там открыли филиал в кольном поликлинике 2-й детской. Естественно, вопрос о строительстве поликлинического отделения новой поликлиники в Дашково-Песочне, он давно назрел, и он необходим. И мы сейчас с городом работаем в этом направлении, нужен необходим земельный участок. У нас, я с болью смотрю, как расстраивается еще Дядькова, Есенина, да, то есть, поэтому, естественно, нужно, наверное, работать все-таки с нашими строителями, чтобы прежде, чем давать какое-то для строительства квартал новый, так сказать, чтобы они строили там социальную инфраструктуру. Замминистру образования Ольге Васиной задали вопрос о дефиците мест в детских садах. Она ответила, что на следующий год запланировано расширение трех учреждений в этом районе. Вопрос об учебных учреждениях задала жительница Сасова, которая приехала в Рязань специально ради этого. Ольга Васина ответила, что Минпросвещение России поставило строительство в план на 2022-2023 годы, и регион всеми силами старается сократить срок ожидания. Были и другие вопросы. Рязанская область стала победителем в одной из субсидий в рамках нацпроекта образования по открытию центра по работе с одаренными детьми, вот как раз, как вы спросили, по типу «Сириус» в Сочи. Будет организован такой региональный центр. Планируемый срок организации этого центра – это 2021 год. Владислав Фролов, министр спорта, в своем отчете рассказал, что Рязань обеспечена спортивными сооружениями на неполные 30%. Чтобы исправить ситуацию, на ближайшие годы запланировано строительство нескольких крупных объектов. Министр культуры Виталий Попов рассказал о двукратном росте финансирования отрасли, что позволило, в частности, существенно поднять зарплаты, ремонтировать и оснащать гораздо больше учреждений. В планах на 2019 год открыть еще два кинозала и опубликовать гастрономическую карту области. На 2020-й запустить молодежную киностудию и выделить субсидии на создание и содержание частных музеев и очередной форум древних городов. Публичный отчет правительства продлился 4 часа. Следующий отчет пройдет в четверг, 24 октября. Выступающих назовут позднее.